Задача 99. Люблю задачи с коротким условием. m не равно n. Нам нужно это доказать. Верно ли, что m не равно n? Утверждение номер 1 гласит, что m плюс n меньше 0. Посмотрим, что это нам даёт. Мы узнали только то, что m меньше отрицательного n. И больше ничего. Возможно, при отрицательном значении n, в том случае, если m равно n, которое, в свою очередь, равно минус 10, это выражение будет истинно. Поскольку минус 10 плюс минус 10 равно минус 20, а это значение меньше 0, значит, это ничего не доказывает. Разумеется, можно взять два разных числа. Можно предположить, что m равно минус 5, а n равно минус 1. Сложив их, получаем минус 6. Значение меньше 0. Но мы всё ещё не можем доказать, будет ли m равно или не равно n. второе утверждение, m умножить на n меньше 0. Это интересно, m умножить на n меньше 0. Отсюда мы узнаём, что одна переменная положительная, а другая отрицательная. Поскольку единственный способ получить произведение, которое будет меньше 0, умножить положительное число на отрицательное. Положительное число умножить на отрицательное. И оно не равно 0. Так что обе переменные также не равны 0. Итак, если при умножении двух чисел получается отрицательное произведение, то эти числа не могут быть одинаковыми, поскольку одно должно быть положительным, а другое — отрицательным. Можете проверить это. Однако, как известно из основных правил умножения отрицательных величин, отрицательное произведение можно получить только умножением отрицательного и положительного множителей. Значит, это всё, что нам нужно знать для доказательства того, что m и n — два разных числа, поскольку одно положительное, другое — отрицательное. Утверждение 1 нам не понадобилось. Задача 100. Игрок несколько раз подбрасывал монету, и в результате орлов выпало на 4 больше, чем решек. То есть количество орлов равно количеству решек плюс 4. При каждом броске монеты выпадал орёл или решка, разумеется. Сколько раз выпал орёл? В условии задачи сказано, что количество выпавших орлов равно количеству решек плюс 4. А также количество орлов плюс количество решек — это полное описание результата игры. Утверждение 1 гласит, что игрок подбросил монету 24 раза. Как я и сказал, орлы плюс решки равно 24. Этой информации само по себе достаточно, чтобы выяснить, сколько раз выпал орёл. Мы можем записать это уравнение в виде орлы минус решки равно 4. Решив его, мы получаем 2 умножить на количество орлов равно 28. То есть орёл выпал 14 раз. Всё это — лишняя трата времени. Достаточно понять, что мы имеем дело с двумя линейными уравнениями и двумя неизвестными. Можно сказать, что мы владеем всей необходимой информацией для того, чтобы найти неизвестные. Это цифра 4. То есть утверждение 1 само по себе достаточное. Второе утверждение. Игрок получил 3 очка за каждого орла и 1 за каждую решку. Всего он набрал 52 очка. Значит, он получил 3 очка за каждого выпавшего орла. То есть вот это количество за всех орлов плюс 1 очко за каждую решку. Это общее количество очков, полученных за все решки. И равно это 52. И снова мы получаем линейные уравнения. Итак, у нас два линейных уравнения с двумя неизвестными. Я не обращаю внимания на утверждение 1. Используя только эти два, мы уже в состоянии решить задачу. Делается это точно так же. Этому мы научились в первом ролике по алкебре. Таким образом, каждое утверждение само по себе достаточно для решения задачи. Задача 101. Мы уже сотню решили. 101. Со временем от этого начинаешь получать удовольствие. Если s — бесконечная последовательность, то s1 равно 9. Итак, если s — бесконечная последовательность, то s1 равно 9. А s2 равно 99. И s3 равно 3 девяткам. Ясно. И член последовательности s, номер k, равен 10 в степени k минус 1. Так, это третий. 10 в третьей степени равно 1000 минус 1. 10 в квадрате будет 100 минус 1. Так, все правильно. Это то, что дано в условии. Будет ли каждый член последовательности s делиться на простое число p? Это зависит от того, чему равно p. И если первый член последовательности будет делиться на p, то и все остальные также будут делиться на p. Почему? Потому что все члены последовательности кратны первому, то есть 9. И если 9 делится на p, то и все остальные члены последовательности будут делиться на p, поскольку они делятся на 9. То есть нам нужно узнать, делятся ли 9 на p. Это гораздо более простой способ решения. Утверждение 1 гласит, что p больше 2. На все ли простые числа больше 2 делятся 9? Нет, не на все. 5, 7. На них 9 разделить нельзя. 9 можно разделить на 3. Так что мы все еще не знаем, делится ли 9 на p. Утверждение 2. Как минимум 1 член последовательности s делится на p. Как минимум 1 член последовательности делится на p. Если бы мы знали, что это вот этот член последовательности, то есть что первый член последовательности делится на p, то этого бы нам хватило. Но мы не знаем, какой это элемент. Например, p может равняться 11. Что происходит в этом случае? Если p равно 11, то на него можно разделить этот элемент. 99 делится на 11. Но первый элемент на 11 не делится. 9 не крат на 11. Таким образом, 11 удовлетворяет второму условию, но не удовлетворяет условию основного запроса. На него нельзя разделить каждый элемент последовательности. Мы могли бы взять p, равным 3. В этом случае на него можно будет разделить каждый элемент последовательности. Таким образом, утверждение 2 само по себе не дает нам нужной информации. Оба этих числа удовлетворяют условиям обоих утверждений. Но если взять 11, то оно не подходит. А 3 подходит. Т.е. оба утверждения вместе также не дают нам всей необходимой информации. Задача 102. Здесь нужно выполнить чертеж. Нам дан четырехугольник. Посмотрим. Это сторона RU. Затем эта сторона, вот тут прямая, а здесь отмечена высота. Отлично. Итак, это точка R. Здесь W. Здесь U, T и S. Дано, что высота составляет 60 метров. Эта длина — 45 метров, а вот эта длина составляет 15 метров. Прекрасно. Четырехугольник RSTU является схемой парковки, причем сторона RU параллельна стороне ST. Так, это и эта сторона параллельна. Чему равна площадь парковки? Прямо сейчас мы можем вычислить площадь вот этого треугольника, не так ли? Основание умножить на высоту и умножить на одну вторую. Мы можем сразу вычислить эту площадь. Также мы можем сразу вычислить площадь этого квадрата, поскольку она составляет 60 на 45. Таким образом, вопрос сводится к поиску площади вот этого треугольника. Мы не знаем, чему равно это расстояние. Если бы знали, мы могли бы основание умножить на 60, умножить на одну вторую и получить площадь. То есть нам нужно вот это. Вот в чем суть задачи. Утверждение 1 гласит, что длина отрезка RU составляет 80 метров. RU 80 метров. Этого достаточно, не так ли? Потому что сторона целиком составляет 80 метров, и мы можем найти вот это. Как мы это сделаем? Вот здесь у нас 15, а здесь 45, то есть этот отрезок будет равен 80 минус 45 минус 15. Получаем, что 60. 80 минус 60. Этот отрезок равен 20. Используя только утверждение 1, мы можем найти эту длину. Площадь же этого треугольника равна… это основание умножить на эту высоту и умножить на одну вторую. Площадь данного треугольника равна основание и умножить на эту высоту. Таким образом, эта площадь равна 20, умножить на 60 и умножить на одну вторую. Информация, достаточная для нахождения площади, дается в утверждении 1. Второе утверждение. Для иностранной ТУ — 20 квадратный корень из 10 метров. Этой информации также достаточно, подумайте. Давайте укажем 20 квадратных корней из 10. У нас есть прямоугольный треугольник, высота равна 60. И помните, если мы сможем найти основание, то проблема решена. Используем теорему Пифагора. Квадрат основания плюс 60 в квадрате равно квадрату этого числа. А чему равен квадрат этого числа? 400 умножить на 10. Правда? То есть 4000. Мы получили b квадрат равно 4000 минус 3600, то есть 400. Значит, b равно 20. А значит, это утверждение также указывает на то, что это основание равно 20. И теперь, как и при работе с предыдущим утверждением, нам остается только вычислить общую площадь парковки. Таким образом, утверждение 2 само по себе также является достаточным. То есть каждое утверждение само по себе достаточно, чтобы найти площадь парковки. До встречи.